Регулярные встречи с должниками уже дали положительные успехи. Задолженность в консолидированный бюджет Московской области уменьшилась более чем на 2 миллиарда рублей. Но местные налогоплательщики все еще должны немалую сумму. На этот раз на ковер вызвали представителей 19 компаний-должников с общей задолженностью в 550 миллионов рублей. У нас большой разброс от маленькой задолженности, 202 тысяч рублей, до 445 миллионов. И это небезызвестная нам компания СУ-155. Это абсолютный рекордсмен на сегодняшний день по долгам. Наверное, самая тяжелая ситуация с точки зрения добровольного взыскания. На встречу пригласили в том числе компании «Стройполимер», «Альянс Капитал», «Илмис», «Стройкомплекция», «Инвестпроект», «Клинический санаторий Барвиха», «Аэлита», «Гемоинвест». Как обычно, явились далеко не все, только 8. Многие коммерсанты жаловались на высокую кадастровую стоимость земли, на экономическую нестабильность, временные трудности, отсутствие денег. Просили у комиссии рассрочку. При этом озвучивали лишь причины, по которым они не платят налоги. Мы просим до 15 апреля, и мы 50% заплатим точно. Тем, кто имел уважительные причины, комиссия пошла на уступки. Однако несознательным дельцам, лишь перекладывающим свой долг на государство, поставили жесткие сроки по погашению долга. Как, например, директору компании «Стройкомплекция» Алексею Попову, у которого задолженность по земельному налогу составляет 5 миллионов рублей. Компания занимается застройкой поселка-резиденция «Лесной городок». В декабре этого года у нас остановился проект. Причем? Ну, видимо, со сложившейся общей ситуацией в стране. Сбербанк отложил этот проект в связи с пересмотром ставок и возможностей финансирования. Однако в ходе беседы выяснилось, что продажи квартир ведутся, а зарплаты не выплачиваются. Впрочем, как и налоги. Предлагают решить взаимоотношения со Сбербанком, помочь вам кредитоваться. Мы сами. Да, мы предлагаем еще какие-то встречные шаги сделать. Мы сами. На вопрос, когда деньги отдадите. Никогда. Вот когда что-то определится, разъяснится. Ну, понимаете, как-то одностороннее у нас все получается. Мы вам предлагаем, а вы занимаетесь в такую позицию. То ли вы неуполномочены решать, тогда зачем на комиссию пришли, просто время отрываете и свое, и наше. Такая ситуация недопустима, считает Иванов. Услышьте меня, у вас будет однозначно уголовная ответственность, если вы не предприняете никаких шагов. Либо по линии преднамерного банкротства, либо потому что вы не платите, платите другие, осуществляете другие платежи и не платите за зиму. Из всех вызванных на беседу должников, только представители ОАО ЖК Хана Расановская принесли платежные поручения. Завершая встречу, Андрей Иванов подчеркнул, что если компании ничего не предпримут для того, чтобы ликвидировать долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.